Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 483. Событие дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Еще раз напоминаю, это из Якова, пишет Яков. И чтобы не сетуйте, не выказывайте недовольство. И за это тоже можем получить осуждение. Почему? Почему? Судья стоит у дверей, рядом может отозвать, сердце остановится. И он слышит все, ладно ли это будет? Я делаю сравнение такое. Вот мы о ком-то говорим, ну, недружественно, так скажем там, что-то выявляем здесь. А человек, оказалось, стоит рядом, ну, за дверью. Открыл дверь, говорит, а я все слышал. Может быть такая дверь, как от мух закрывается. Как нам будет неудобно-то? Это мы за 8 апреля 2017 года. Вот сегодня 9-я. Ну и дальше, как по скайпу на меня, кто выходит. Только с 4-х Москвы до 4-х дня, до 16-ти. Вот. Спроси сначала написать, свободен я или нет. Вот такое дело в скайпе, на моей страничке как. И вот пишет, а может кое-что тут немножко повторится? Я вчера не знал, что убрать. Считаем. Наталья Чернова. Мне кажется, насчет Никиты Елена Морозова сильно преувеличила, что он хамит и не любит братьей. Я вижу положительный сдвиг по сравнению с тем, чем раньше он был. Ну, ты сам признаешь это, нет? Да, да. Ну, вот видите как. И дальше она пишет. Дальше. Выбирала себе натильный крестик, прямой, без всяких завитушек. Вот. То есть на конце поперечины везде что-то там на балдашник шире делается. Это нельзя, это просто ужасно смотреть. Должно быть ровно и ровно. Возьмите два карандаша ровных поперечины. Вот такое должно быть. Но только сейчас заметила, на обратной стороне возле ИС стоит маленькая звездочка Давида. ИХС тоже звездочка. Всего две штуки. Нет ли здесь какого-нибудь хуления нашего Господа? Понимаете? Вот это вот. И что это означает? Ну, просто не ума не приложишь. Я тогда сейчас, вот потом увидит, кто будет смотреть. Я это попросил прислать ее. И она прислала мне крестик. Я такого крестика не видел. Вот он маленький. Я его увеличу сейчас на экране. Ну и видно. Вот, смотри, шестиконечная звездочка. И тут шестиконечная. Это сионский знак. Сионизм. Звезда Долида называется. Какое отношение к нам имеет? Пятиконечная звезда? Ну, это масонская. Масонов. И вот она увидела, что ИС, Х, Х тут. И в самом деле, я такого не видал никогда креста. Хотя ровный, как надо, сделанный, все. И, ну, казалось бы, только радоваться надо. Но и здесь что-то кто-то накрутил. Я считаю, что это нечистая сила все портит. Я отвечаю, смотреть надо. И добавляю. Мне подарили в летном училище около 70 кителей и столько же шинелей. Летное училище? Я там вел занятия. А его потом переобразовали или расформировали школу милиции, юридический институт сделали. И мне многое дали. На них по несколько пуговиц с большими пятиконечными звездами. Ну, армейские, вы знаете, как это. Так. Мы эти звезды напильником все спилили. У меня интересны дети. Я сделал такое приспособление, чтобы пуговка задерживалась. Напильников много. И они стояли и пилили ребятишки. А то, чтобы никто не видел, мы сделали так, где у нас храм, туда лестница. Я там наверху пристроил, нас не видно было на крыше. Ну, вот я начал показывать. Ну, еще ребенок, он пилит, пилит. Никак. Ну, минут 10 уходит. Я начал. У меня 2 минуты с половиной на пуговку уходит. Дальше приспособление маленькое. Научился, как загибать напильник. И уже за 45 секунд любую звезду стираю. Ну, они латунные. Видите как. С 2,5 минут уже съехал. Даже здесь надо все время тренироваться. Наталья говорит. Спаси Бог. А я и говорю. Говорите всегда, спаси Христос. Спаси Бог, ничего не говорит еще. Кто ты? Это спаси Бог может сказать и мусульманин, и буддист. А Христос четко. Она отмечает сразу же. Спаси Христос. Напильником не получилось. Звезда углубленно была сделана. Муж мне дрелью высверлил. Сказал, можно оловом ямки залить. С применением паяльника. Ох как. Высверлил? Муж-то какой у ней хороший. Ну и дальше. Один Александр пишет мне. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Дорогой. С праздником вас всех. Благой вести Архангела Гаврила, Деви Марии о рождении Спасителя нашего Иисуса Христа. Никогда не сомневайтесь. Вот я, допустим, это моя корреспонденция. Мне поступило письмо. Я переплетаю, делаю доступным для всех. Я переплетчик. У меня писем было после освобождения только 77 томов по 650 страниц. Книги. Из переписки. Называется эпистолярное наследие. Ну потом приходили из краевого музея, что-то я отдал. Потом раздал братья. Бог сохранил все это. А уничтожили, я даже не знаю, может не одну сотню томов. Томов. Там все абсолютно. Переписка, где были мы в музеях, когда мы были в путешествии, ездили, билеты. Ну то есть это наследие для потомков. Слово сказать, я имел доступ к разным киоскам, где газеты продают. Вот Роспищать, там еще какая-то организация. И они, которые не продают газеты, стали мне отдавать. Я их многие осмотрел, считал, подчеркивал, что нужно. И оставляют для поколений. Газета в развернутом виде. Или пополам только согнутая. У меня получилось 13 метров высотой. 750 килограмм. Я подсчитал, сделал надпись, что это для потомков. Газеты, это очень интересно, когда все уходит. Вот я в библиотеке был, просил, и как Сталин с Гитлером переписывались. И как говорили, Киев никогда не сдадим. Проходит три дня, Киев сдан. Это в оригинале. Дальше. Игнатий Тихонович, я очень прошу вас с братьями. Помяните пред Господом, Спасителем нашим, сына моего, Иоанна. И супругу его в крещении Лидия. Иоанна и Лидия. Так, помолились. Дальше. Полный раздрай. И падение духа в нем. Он не пьет и не курит. Трудится по 12 часов в сутки. А счастья семейного нет. Постоянные крики, возмущения со стороны. Что денег нужно больше и больше. Ездит на работу и позорит его своими выпадами, провокациями. Я смотрю на него и вижу, что у него уже истоевают силы душевного сдерживания. Помолитесь ради Христа. Мы помолились. Я поэтому фамилию убрал. И Александров у меня много. Их больше десяти здесь. На севере, на юге, за границей. Вот тут и нельзя узнать, откуда из чего, чтобы ко мне никто не придирался. Что вот я открываю какую-то тайну. Ничего нету дальше. И я отвечаю ему. Когда, в каком году, месяце, ваш сын Иоанн женился на Лидии? Когда венчался? И вас всех оповещаем о всем событии и благовещении. Он поздравляет, а я оповещаю. И он пишет мне. Игнатий Тихонович, в 2002 году Иоанн пришел из армии, но дружил с людей. Она армяночка и мирское ее имя Лала. Они дружили еще со школы. После прихода с армии они встретились. И он стал непослушен нам с супругой. То есть матери с отцом стал неслушен. Вот он вот корень-то где. Мы с Надей были не обрадованы данным его отношением и к нам, и к дальнейшему его выбору. Было и такое, что она в поздно ночью приходила к нам и тихонечко прокрадывалась к нему в комнату. Двери, естественно, открывал Иоанн. Но мы просыпались и развозили их по разным сторонам. Это ничего уже не сделать. Ничего не сделать. Вот у меня интересно, какой неинтересный, а печальная история такая. Я не боюсь назвать даже Саша Шелковников. Он баптист был. И у меня, говорит, сыновья, вот у него пять сыновей. Вот будут проповедников, сколько будут. А сам вел недостойный образ-то. Но держался баптистов. Драчун такой был. Ну и получилось, вот так же сын привел, а он начал что-то. И сын его ударил и сразу зарезал отца. Зарезал. Жена куда ушла неизвестно, дети куда пошли. Поэтому надо молиться. Большая трагедия была. А 2 декабря 2002 года он оповестил нас, что уходит на квартиру и будет жить с Лалой. Свадьбы, венчания не было. И брака не было нашего родительского благословения. И на брак. И на брак. Ну считай правильно. Не было нашего родительского благословения. Ну вот так. Нет благословения, он не нуждался. И поэтому все естественно. Мы молимся только о том, чтобы Бог вразумил его. Чтобы истинное покаяние принес перед родителями, перед Богом. А как он жил? Никак в блуде. Разврат, блуд. Ничего тут нет. Я и сейчас слезно прошу прощения у Господа за свою мягкотелость и нерешительность. Понятно? Вот мягкотелость и нерешительность. А в то время одобряли. Вот видишь, он делает как правильно, толерантный. А теперь результат. Я? Я виновен пред Господом за детей своих, что не поступал жестко, как отец. А всегда почему-то говорил, что вам жить, и вы сами выбираете свой жизненный путь и для себя, и пред Богом. Видите как? Больно мне теперь все это переживать, и по делам мне все это. Слава Богу за все. Я все приму. Правильная мысль дает. Очень правильная мысль. Все. Я все приму и знаю, что это и лекарство, и наставление Божие. Так, да помилуй Господь Александра. Да, сил принести. Так, я отвечаю ему. Со дня свадьбы венчания прошло 15 лет. Вот на столько лет, и на столько запоздалый будет наш ответ. Женился на скорую руку, на долгую муку. Первое. Корифинам 7.28. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковы и будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот скорби по плоти, вот это главное. Предупредил нас Павел. И далее. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Представьте, плачущие, как не плачущие, и радуешься, и в радости-то сильно-то не расхолаживаешься, покупаешь, как будто ничего не приобрел, не радуешься, и пользуешься миром, ну приходится по неволе, в трамвай садиться, как будто не пользуешься. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Как угодить жене? И заранее добавь, и никогда ей не угодишь. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И тоже надо знать, никогда не угодишь. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. 7.40 Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Ах! Однажды я был приглашен посетить одну сестру. В дом у нее увидел маленькую статуэтку Сталина. Поговорили, чтобы не заражало воздух в комнате этим людоедом. Она стала обильно жаловаться на мужа и стала просить умильно, чтобы помог ей и помолился. В семейную жизнь я уже должен вмешаться. Я его не видел ни разу, этого мужа. Но она была когда-то парторгом, партийным организатором. Ну, в предприятии. Такая женщина, прямо как атаман настоящая. А тут он допек, житья нет никакого. Прошло всего несколько дней, и она сообщает, что муж ее внезапно и без болезни умер. Но она сразу поделилась своей подруге, у которой не лучшая ситуация-то. Итак, ее подруга тотчас заявилась ко мне и стала просить, тоже весьма умильно, чтобы я помолился и об ее муже, и чтобы он исчез. Она не может от него избавиться, он квартиру разделяет. А я ей ответил. Я что, разве духовный киллер вам? Ну, помолился, а он умер. Я поэтому стал бояться за семейных молиться. И тогда на подобные просьбы перестал молиться и чего-то просить у Бога. Слишком рискованно. Получается, как бы так, что связаны подобные в одну связанку. Вязанку. Вязанку. И разорвать, исправить, вывести на лучшее отношение, без их искреннего желания, практически невозможно. И Анна Тауз говорит, не я, не Бог тебе не поможет, а ты себе не поможешь. И тогда Бог показывает, что это возможно только в том случае, если одного убрать насовсем. Разорвать скамывающую их двоих цепь. Все. Мне один пишет. Натан. Или Натан. Мир дома вашему. Обратиться к вам побудило меня только что на состоявшиеся беседы с одним человеком. То есть это из-за границы, отовсюду мне пишут, и сейчас песни я публикую, они поучительные. Вот без родителей, без совета родителей никак. Вот у меня наступило время там жениться-то. Да не женился бы никогда, но так получилось за свидетельство. Необходимо было, чтобы был рядом человек. Я все время на поприще, евангелизации был, да. Вот. Интересно, как вот было у меня тоже. Я приехал в Новосибирск, а там женихов ни одного нету. Я один оказался. Первый парень, говорит, на деревне, а в деревне дом один. Ну и девчонка там была так. Я даже раза два ее встретил с работы. Ну и братья собрались когда, которым я доверяю, Александр Устинов, Александр Иванович, и Андрей Феодотович Долгов, там, и Сергей Ильич Думнов. И стал говорить, я ему не говорю, нет, это выбор тебя неправильный. Я говорю, а почему? А вот почему. И дальше стали показывать. Ты как свою жизнь думаешь направлять? Ну как, для Бога. У меня главное было проповедь. Ты вот на эту сестру обрати внимание. Она учительница. Она уже сегодня, как говорится, у ног моих сидит. Она буквально рот раскрыв слушает и тут же ученикам все несет. Я посмотрел и правда. Видите как? Я послушался их. А родители-то у меня далеко. Теперь с ней поехали мы к ее родителям. К изыл. Познакомились. После этого поехали с ней к моим родителям. Познакомились. Сказали. Ну то есть, все сделали вот так. И поэтому так все было благословенно. И что интересно от родителей. Моя мама ни разу за меня не заступилась от предней. Промолчит или как. Всегда за нее. Наденька, Наденька. Она одна, у нее родственников нет. К ней надо вот такое. И ее мама, моя теща, Которая мама называла Агриппина Евсеевна. А моя Мария Егоровна. Она ни разу не заступилась за Надю. Ни разу. Кто их учил? А у обоих грамоты никакой не было. Ни одного класса не кончили. Что значит? Ну обе были молитвенесы. Непрестанно молились. Потом такой темный. У меня фотографии есть. Мы из этого сохранились. И я вижу, что вот это очень полезно, когда благословенно, когда ты держишь совет. И далее человек этот пишет. По-вашему, этот человек сектант. Беседовали мы с ним на тему веры. В уходе беседы этот человек поведал, что читает какое-то новое Евангелие, вечное. По его словам и описаниям, оно обновленное как по содержанию, так и по составу. То есть оно больше по объему традиционного Евангелия в два раза. И содержит какие-то недостающие книги. Например, книги Еноха, 28 штук, что ли. И еще что-то. И, например... И многие разделы из Ветхого Завета. Разделы из Ветхого Завета. Исходных издательских и авторских данных на этой книге нет. И что, уже проверил. Это хорошо. О содержании он мало что рассказал, потому что только начал читать эту книгу. Что-то зачитал вслух. Например, по смыслу, что люди Востока и Запада, Юга и Севера должны прийти к единой вере. Так и написано, должна быть единая вера. В вере в Иисуса Христа. Там есть слово. Так и написано. О заблуждении православных. Христос называется солнцем, солнцеподобным. В Библии свет, светильник. Эту книгу ему кто-то рекомендовал. В связи с тем, что традиционное Евангелие имеет множество умышленных и неумышленных недостатков, неточностей, сокращений, отсутствия книг Еноха. А также то, что в традиционном Евангелии накопилось много переводческих ошибок. В интернете я нашел только это о Вечном Евангелии. Вот тут дальше показывается где. И второе. Дальше. Но этот человек утверждает, что книгу эту написали буквально в текущей пятилетке люди, вводимые Духом Святым. С маленькой буквы все. И дальше. Что это за Вечное Евангелие? Слышали ли, как вы прокомментируете происхождение и распространение этой книги? Что вы знаете о ней и как к этому явлению надо относиться? Можете ли вы найти время для развернутого ответа на канале YouTube? Многим будет интересно. Наш разговор с этим человеком быстро закончился. Потому что я вынужден был задать ему вопрос о святых, которые писали толкования к Библии. А эти люди, как вы их называете, сектанты, отрицают эти толкования. Так почему я должен принимать некое Вечное Евангелие, которое написано в текущей пятилетке некими людьми под влиянием кого-то? Он сразу задумался, а потом, наверное, там в той книге было написано, что из Библии помните? Вот, все творю все новое. Вижу, что пути веры, дремучий лес, где же истина? Личный вопрос мой. Вы как-то не раз на своих роликах упоминали о главном храме Старообряса в Москве и возможности там крещения с погружением в воду. К вам ехать далеко, Москва ближе, в МПЦ нет желания крещения за деньги. А если у меня нет денег или кто-то даст больше, так что он купит себе лучшую долю у Бога. У Бога Б, дальше черточка, Га, чем я, это придумали от евреев, это еврейские штучки-то. Чем я? Да. Так, 17 стих там дальше. Тогда возложил ли руки на них, и они приняли Духа Святого? Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет погибель твою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем частей жребия, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся всем в грехе твоем, и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного в горькой желчи и в узах неправды. Ничего он не сказал только, и смотри, а Петр-то ему сколько наговорил, сколько упреков-то. И все справедливо. Это деяние, 8 глава. 17 по 23 стих. Артестанты, видно, сами во всем запутались. Можно ли принять крещение в Москве, в Старообрядческом храме, и что для этого надо? Спрашиваю вас, как бывавшего там и не один раз упоминавшего этот храм в своих роликах. Натан Атанафан. Дальше. Я ему отвечаю. О Старообрядческом храме я не упоминал ни разу в своих роликах. Он ошибся. Я сказал, служит по старому обряду. Вы не поняли. Я говорил о храме святителя Николая на Бересеневке, рядом с каналом, метров от 250 от храма Христа Спасителя. Метров 250. Он принадлежит московской патриархии, но служит нам, там все, по Даниконовским книгам. Там настоятель и гуменотец Кирилл Сахаров. Он крестит в полное погружение и бесплатно. Скажите, что от меня получили это направление. Вам показал новую книгу. Быть может даже и не человек, а сам Сатана. Какую книгу? Так. Наша истинная Евангелие из Святой Библии. В переводе синодальном есть истинная и вечная. Второе к Кориффе нам 11.14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Вот так. Откровение 14.6. И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. Вечное Евангелие. Вот оно где показано. Ничего тут нового нет. И далее. Матфея 5.18. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта и не перейдет из закона, пока не исполнится все. Да ты можешь прочитать, не пройдет? Не пройдет. Пройдет. То есть не исчезнет. Галатам 1.8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Анафема тому, кто это написал, напечатал, кто разносит эту заразу. Анафема им всем. Солом 83.12. Он говорит, как же так, Христа называют солнцем, а я и показываю, одно место в Библии есть, где так и называется. Дальше. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Зачем вы так пишете? Лучшую долю у Бога. Б-Г-Га. Б-Га. Куда дели букву? Следуя за жидовскими придумками. Матфей 5.18. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Притча 35. Всякое слово Бога чисто. Он ищит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Хиселоникицем 2.2. Не спешит колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам посланного. Будто уже наступает День Христов. Церковь Христова никогда не знала и не принимала подметных подложных книг, вражеских, как книга якобы от Еноха. Это апокрифы. Лучше синодального перевода нет. Этот перевод Святой Библии постоянно издают в патриархии и в других местах. Вот я ему ответ такой дал. И теперь мы дальше идем. Похоже, нас все покинули. Но ничего, пусть будет открыто пока. Там будет видно. И теперь посмотрим наши ресурсы. Ресурсы какие? Это мой мир. Вот я в моем мире здесь. Где-то тут надо показать. Вот оно. Тут я в шапке стою. В шапке вот это. Вот это тут и смотреть надо. Вверху написано Кристине 2. За собачка Мейл.ру. Вот здесь можно писать. Когда книг заказывают, тут данные. Все. Очень хороший ресурс. Второе. Это, вот интересно. Вчера сколько нас посетило человек? Приход был. 733 человека было на форуме. Но это не наша цифра. Обычно у нас меньше бывает. Вот. Вот как выглядит наш православный форум. Посмотрите. Здесь вот новое сообщение. Вот. Это нажмете, на первой странице будете. А дальше, вот под этой бордовой линией, смотрите, и общий поиск. Нажмете, сразу выйдет рамочка. И туда закрыли. Только включи нужное слово, и сразу найдется. Ну, и, конечно, наш большой видеоканал. Здесь 6675 подписчиков и 5 919 501 просмотров. И, кроме того, у нас есть большой, во свете Библии называется, православный библейский сайт. И здесь самое ценное, 4124 вопроса и ответа. Сейчас вопросы идут о священстве. Вот. Мы будем выбирать по вопросу. А брат Никита Колесников будет их считать. Считай. Вопрос 3293, 19-й том, открытым оком. Что с отцом Павлом из города Камни-на-Аби? Принял ли его на служение епископ Алтайский? Тогда был епископ здесь Дмитрий. Дмитрий, я бы сказать, Максим. Ответ. 16.11.06. Отец Павел позвонил мне и рассказал, что на его звонок в епархию ответили с пренебрежением и цинизмом. От него требовали еще раньше покаянного письма. Он написал. Прошло полгода. Ему велели ждать. Он ждет. Иногда звонит. Была уже и встреча с благочинным коммунистом Николаем Гордиенко. Это у него благочинный бывший партор, кажется, что ли. Тот гонит его из своего благочиния. А из епархии вдруг ему и ответили, что письмо его потеряли. Потеряли. Все. И чтобы приходил точно в указанные приемные для документов дни. Дни? Принять бумагу. Я такой даже не встречал нигде ситуации. Еще раз убеждаешься, что сергианская лжепатриархия вся пронизана ложью. И абсолютной ложью. Кавычки открыты. Со слов этой женщины, по дороге в Гжатск, митрополит Кирилл прежде всего отправился для очного свидания с митрополитом Сергием Строгородским. А тот не принял его и предложил поговорить со своим секретарем. Так и сказал, обратитесь, пожалуйста, к такому-то епископу, изложите ему все, что хотите, а он мне доложит. Конечно, он разгневался, ведь по завещанию патриарха Тихона митрополит Кирилл был назван первым местоблюстителем, таковым себя ощущал, но будучи в ссылках, был не в состоянии вести управление церковью. Когда появилась катакомбная церковь, митрополит Кирилл прислал из одной из своих ссылок послание, которое писал, что если эту церковь, то есть находящиеся в оппозиции отдельные приходы, некому возглавить, то он их возглавляет. Все три месяца в Кжабске он каждому желающему, будь он епископ, священник, мирянин, кто угодно, каждому, кто болел этим вопросом, готов был письменно или непосредственно разъяснить суть всего этого происходящего. Свою переписку с митрополитом Сергием он отпечатывал и раздавал, где он объяснял суть происходящего и прежде всего обвинял Сергия в том, что он узурпировал верховную церковную власть и злоупотреблял этой властью, подчинив церковь государству. Таким образом осуществлялся замысел Ленина о разорении церкви изнутри. С этой целью сначала они подняли на щит обновленцев, рассчитывая, что через них они разорят церковь, но тогда народ был на высоте. Тогда действительно люди не ходили в эти храмы и называли их красными храмами. В это время особенно необходимо было духовное общение пастырей, большая осторожность, чтобы не сделать ложного шага, не оторваться от церковного единства. Притча 16-18. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Притча 21-4. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех. Это я добавляю в места Писания, как эпиграф к этим статьям. Исайя 13-11. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высоколумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Иаков 4-16. Вы, посыль надменности, тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Стих. Учение Христова наш закон. Сверяться с ним, с поступками своими. Ежеминутно проверять наклон, как бы накладывая негатив на снимки. Занятие, увы, не из простых. И многим ли по силам, по плечу. Здесь и молитвы, бдения, и посты. Вершу ли сам, чем других учу. Сокровищница света ежедневно. Святая Библия. Не просто книга книг. Объединяющая нас с нечистой Евой. Родняющая с Адамом каждый миг. Но искушением и страху вопреки. Был изведен я с Лазарем из склепа. И не было свободы для руки. Чуть не ослеп, развязанный от света. И на любой странице про меня. Под именем иным я притаился. Рождением свыше нужно поменять свой статус. Если искренне молился. И чтобы там не изрекли пророки. Священство обличая и царей. В меня те стрелы, будто с ними проклят. Спешу раскаяться. Сегодня же скорей. О книга света мудрости бескрайней. Во свете Библии весь мир прелюбодейства. Греховен. Книгами ненужными отравлен. Пойди и обличи, но не бездействуй. Пусть даже мысленно на миг вообразим, Что Слово Божие бесследно вдруг исчезло. Нет чуда с хлебом. Нет святых корзин. И канет канна с тем вином. Мы трезвы. Нет ничего. Ни притч, ни исцелений. Беснуется не мы по церквам. Мир с вартимеем. Заново слеплет. Так Библия святая прорекла. Кстати, 17-го радиуса-то. Да каши, поточек. Неоткрытым воздухом, чтобы меньше звук был. Да. Звук страшный там будет потом слышен. Дальше. Прос 2251. Девятый том открытым оком. Как ваши архиереи начали понимать, что по-прежнему жить, не считаясь с мнением священников и паства, нельзя? Что нам дало полезного начала раскола в РПЦЗ? Ответ. Обычно привыкли переписывать слова апостольского съезда, но поступать по нему все было не досуг. Деяние 1528. Ибо угодно Святому Духу, и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого. Но грозные приметы разделения подвигнули. Начали дышать чуточку в такт Писания. Да не хватило Духу. Опять начали давить на запрещение и окончательно утеряли едва забрезживший рассвет свободы в церкви. Кавычки открыты. Обращение архиерейского совещания российских преосвященных. Через платочек все это. Состоялось 28-29 июня 2001 года. Вот видите, вопрос задан. На том университете отсюда мне задавали. Я должен все это документировать. Это в кавычках все взято. Желаем напомнить о том, что всякое решение может быть утверждено в церкви только соборным его приятием. Но никак не может быть навязано никакой группой разномыслящих церковью лиц. Мы единодушно считаем, что в сегодняшнем положении только внеочередной архиерейский собор может облегчить время-бремя проблем. За созыв которого мы и отдаем ныне наши голоса. Также считаем полезным созвать как можно скорее пастырское совещание всех российских приходов для обретения и утверждения желанного единомыслия среди наших пастырей и их паствы. Нашим же клирикам, которые прекратили поминовение на богослужениях епископат и первоиерарх РПЦЗ, приводив слова обращения к совещанию отсутствовавшего на нем по болезни архиепископа Одесского и Тамбовского Лазаря. Который говорит, значит, как, кавычки открыты, паки, паки, остерегайтесь от подталкивания своей паствы в сомнительные трущобы расколических юридикций. Грех расколощей бы стороны он не возникал, не отмоется перед Богом даже мучающей кровью. Надеюсь, что ваше пастырское сознание не позволит вам без сыновнего разговора с вашим епископом и личного выяснения его взглядов на перерекаемые вопросы дерзостно и самонадеянно выносить суд о неправомыслии и безблагодатности кого-либо. Идите только срединным, царским путем, от него ни направо, ни налево. Пропасть от падения от церкви бездонна, сохранитесь от нее, кавычки закрыты. Епископ Вениамин Черноморский и Кубанский. Он приезжал по терябке был. Евтихий, епископ Ишимский и Сибирский. Агафангел, епископ Сиферопольский и Крымский. Михаил, епископ Торонский, представитель архиерейского синода. Ну и далее. Стих. О, несвобода, тоже дар свободы при выборе, как пачелицы чуждой. Там часто и из-под воль, не сразу и не сходу, крадутся до петли предателей Иуды. На каждом повороте к несвободе с десяток семафоров тормозят. Живи не для греха. Не им в угоду, бесповоротной пропастью грозят. Что будет дальше? Какова расплата? Непереносимым рабством и плененьем. Там превратившихся в арабу ждут пилаты, где перебьют дубиной к голени. Гулаговский мороз в доспехах канонады. Маячит, чертыхаясь ждет. Там выжмут сок туркменского граната, душе примочки, атеизма, лед. Не хочешь, но прострешь родные длани. И пояс, но не твой, под чреслом опояшет. Не поя кафисты желанием нежеланным, где яд страданий наполняет чашу. Рабы греха, апологи ты лжи, свободу обещали, мир и братство. От нетерпения революция дрожит, сулит по вкусу каждому лекарство. Когда со смыслом считаешь, дай интонацию. Рабы греха, апологи ты лжи, свободу обещали, мир и братство. От нетерпения революция дрожит, судит по вкусу каждому лекарство. Но совершилось, маски, агитпункт, отброшены, разверзлись хляби мрака. К антихристу свободу приведут, к маханию кулаками после драки. Через раскаяние, постигшие несвободе, не все, но многие познали Ягову. Христово рабство избери сегодня, при мудрости божественной оковы. Перешагни к тому, что нас роднит, с конечной целью при небесной встрече. Ты не болото, а живой родник, который слышащих от несвободы лечит. Я сказал, когда кашляешь, что? Держи, глуши. Третий раз говорю, ты все равно не делаешь. Почему? Потому что нужно с открытым ртом это, а так ничего не будет. Как я? Понимаешь, все как-то по-своему. Глуши, звуки эти людям не нужны. Никаких потому что не может быть. Потому что так понятно, что мы в студии находимся, и у тебя все время утром давишься. Давай. Опрос 944, третий том, открытым оком. Можно ли сказать, что отец Михаил Погиблов, недавно обличивший владыку Антонию из-за этого запрещенного служения, был наказан несправедливо? Ну, это Новоалтайск. Тут рядом с Барнаулом город такой. Как бы от него отросток. И отец Михаил Погиблов. Там благочинный был, а Антония там осенний, щепископ. Ответ. Чтобы разобраться во всем, так как меня очень многие об этом инциденте спрашивали, я пошел к отцу Николаю Войтовичу. Благочином Алтайского края. И он тут же на всероксе снял мне копии обличительных воззваний листовок, исходящих от погиблого. Я понял, что он полностью на стороне Новоалтайска. Иначе его никогда не сделал. Очень осторожен. После этого я несколько раз ездил на Новоалтайск. Поговорил со всеми священниками, прихожанами, а стоял несколько служб, несколько раз встретился с епископом Антонием. Вернулся, встретился с епископом Антонием, чтобы ответить на вопрос, смотри, какая работа была проделана. Думаю, что обстановка самая заурядная. Местные священники решили восстать против епископских притязаний на их денежную добычу. Не поделили доход-приход. Роли заранее были распределены так. Выступает Погиблов. А далее по сценарию на выпад Антония экспедиции за экспедицией слать в Синод и забрасывать Барнаул и Новоалтайск прокламациями против Антонии. То есть открыто в газете, на заборах клеить начали. То есть я увидел, что у них уже тут программа. Они понимали, что если не сейчас, то никогда. Он все подбирал к своим рукам. Они сошлись в смертельной схватке только из-за денег. В это время у меня были многочисленные встречи с директорами, представителями интеллигенции и симпатии всех были не на стороне Антония. Не на стороне Антония. Потому что он решил бороться, как всегда в московской патриархии, идти напролом, брать Новоалтайский строящийся храм во имя Георгия Победоносца штурмом, потому что запрещенные священники продолжали, как ни в чем не бывало, служить и открыто благовествовать против Антония. Голосовать в кавычках. То есть они жгли костры, там были все, и все по телевизору показывали, как священник лезет через забор, штурмовали. Он набрал священников и крестом засыпился там из-за этого. В Новоалтайске за храмовой оградой шло круглосуточное дежурство, жгли костры. Серый кардинал, отец Николай Войтович, как будто находился в стороне с Антонием. Но волны его инструкций поддерживали путчистов. Они мне рассказывали о том, как были архиепископа Сергия Солнечногорского, и как туда на ковер был вызвал и Антоний, что при них под запрет попало два епископа. А Алтайский едва устоял, и около двух часов на допросе там стоял на вытяжку. А он был полный очень такой, и что интересно, все это отразилось на нем, 41 год умер внезапно. Епископ Антоний Васильевич прирожденный авантюрист. Но здесь кусок оказался не по зубам, и он едва не подавился. Понятно, из-за денег. Он уходил в украинскую церковь, там был, был епископом, митрополитом даже был. Потом вернулся в патриархию, его снова до архимандрита довели, а потом заново начали рукополагать. Это его сильно надломило, и он не на это жаловался. И та, и другая сторона спрашивали меня, что же делать нам дальше? Понятно, и те, и другие ко мне обращались, доверие имели. Не спрашивал только Вайтолич. Я им советовал всем одинаково, немедленно примиритесь. Как? Вы, священники, состоящие под запретом и продолжающие служить вопреки канонов, вы просто обязаны склониться перед Антонием, ибо всего требует каноническое устройство церкви. Ну что я не так говорил? Я говорил, епископ запретил вас, ну и не служите пока, примиритесь сначала, а они нет. Сразу, то везде, как надо было, епископа слушаться, церковь, до времени. Они все друг против друга. Им это было нелегко выслушивать, но они не прогнали меня и расспрашивали, как это сделать в деталях. Понятно, что а я-то никто для них, и значит, что я к русской православной зарубежной церкви отношусь. Вида Антония был помятый и усталый. Я советовал ему простить их, снять запрещение и уменьшить налоги. Скорее вернуть все в свое русло. Скажу, не хвалясь, что и те, и другие прислушивались к совету, хотя об этом сегодня никто не знает. И сами они будут это сегодня отрицать. Это абсолютно точно. Примирение было в Покровском соборе. А я стоял на улице и ждал. Была метель. А я на улице молился за них. Аудиенция их чрезвычайно затянулась. Вдруг открывается железная центральная дверь Покровского собора и на Валтайские священники и еще кто-то не просто бегом, а как из катапульты выстрельные вырвались и быстро один за другим сбегают вниз. Подбегают ко мне и как-то горячечно, воспаленно выдыхают. Запрещение снято со всех. Хватают меня за руки и бегут своим колесистом домой с победой. По таким заголовкам на завтра вечерний Валтайск оповестит духоносных в кавычках своих прихожан стерковную капрановскую полноту. Когда я считал эту статью с заглавием Победа, то у меня перед глазами сразу же встал заедевелый лес и азартные охотники, жердями поднявшие сонного медведя из берлоги и на самом выходе убитый ими распластанный жирный медведь. Победа! Буквально через минуту этими же дверями вышел Антоний Иван Иванович Масендич совершенно один. Ни одного послушника рядом. Тихо спустился по лестнице, подошел ко мне и развел руками в сторону. Я так ничего и не понял. Кто у кого просил прощения? Они так быстро скрылись. И вид у них был, как у победителей. Это он говорит. Постояв немного, он опустил руки, я немного утешил ее, взял его за руки. Доверьтесь Богу. Все это пустое, наплевать и забыть. Надо идти проповедовать Христа народу. В этом все. Он еще раз посмотрел на меня и смущенно улыбнулся. И кажется, в этот день как раз мы пришли ко мне, и Надежда Васильевна у меня мастерица пироги, стеряпает рыбный пирог был, мы пообедали с ним, успокоился он. Это на Никитина, 147, квартира 1. Позже. Последнюю встречу уже в епархии. Такой же жалкой, виноватой, затравленной улыбкой, он окинул на всех нас, бывших там с ним, вместе с нашим епископом Евтихиевым РПЦЗ, кавычки открыты. Боюсь я их, недавно было покушение на меня. Это в епархии, мы сидели в его кабинете. И нам стало страшно, жалко его. Прости его, Господи, и упокой в обителях небесных. И жил-то всего 41 год. Что-то у него было, он поднимается на второй этап, пух, пух, пух. Я говорю, что ты пыхтишь-то? Ты поезжай ко мне, потеряй кого-то. Ты через 3 месяца совершенно другой будешь. Мы с ним в машину вместе ездили, он простой был, ну, как пузырь. И решил, вдруг стал уменьшаться, бороду подстриг, прям совсем так. И, видимо, какие-то там принимал, как депрессанты, или что там называют. И внезапно скончался. А может, и отравили. Когда меня спрашивают, кто из них прав, я всегда отвечал и тогда, и сейчас. Виноваты те и другие. Не поделили деньги. Слава Иисусу Христу! Но не те и не другие не проповедуют о Христе воскресшем во время и не во время и повсюду. А те и другие мучаются с богослужением и мучают этим людей. Поворачивают никому не нужные требы и всюду извращение в таинствах и тотальная ложь. Вот мой ответ. Придет время, это тоже кому-то попадет, просчитают и... Ну и дальше. Вопрос 952, третий том Открытый боком. Если со священника снимают сан, то теряет ли он благодать? И возможно ли возвращение сана священнику? Ответ. По Библии на этот вопрос ответить невозможно. Обращаемся к канонам. Согласно книге правил, если священник лишается сана законно, то лишается навсегда. И возвращение к нему невозможно. Вот так. Лишенный сана делается простым мирянином и не имеет права никого благословлять. Если же он просто запрещается в служении за какие-то прегрешения, совершенные в неведении, то хотя сан с него и снимается, но он может находиться в алтаре. Вот так. Василий Великий. Правило. Первое, двадцать седьмое. А при свитере, по неведению обязавшимся неправильным браком, я определил, что должно, то есть при свитерском седалищем Путин пользуется. От прочих же действий при свитерских да удержится, ибо таковому довольно прощение. Благословляйте же других, долженствующему вращевать собственные язвы не подобает. То есть ему надо свои раны зализывать. И во благословение есть преподание освящения. Но кто сегодня имеет по причине греха неведения, тот как преподаст другому. Тот как преподаст другому. Тут считай с выражением. Ага. Тот как преподаст, если в самой ничего нету-то. Вот у нас есть дьяков, но ничего не может делать. На него наложено прещение по Теряевке. Совершенно справедливо. И при том навсегда. Он может в алтаре причащаться, но молчать ни звука и нигде. Того ради да не благословляет ни всенародно, ни особь. И тело Христово да не раздает другим. ниже. Ниже. И не означает. Иное служение да совершает. Ага. Удовольствуется священнослужительским местом, да плачется перед другими пред Господом, дабы отпущен был ему грех неведения. Это по неведению согрешил. Брак был, незаконны, их развили. Ну, она родственница была там, или два брата на двух родных сестрах, это запрещено было. Ниже. А по-русски я слово ниже, ты правильно считаешь. Это ниже, то есть и не. Вот какой ответ? Ответ, чтобы дать. Повторяю, что я только в одном университете 18 лет вел занятия. Ну, часть вопросов сохранилась, 4000. Ни на один вопрос нигде не уклонился, даже провокационный, против там что-то, на все вопросы было отвечено. Считаем. Вопрос 1895, седьмой том открытым оком. Говорят, что если человек становится священником, то характер у него делается мягче, и он совсем иным становится. Можно ли это на примере в житиях увидеть? Ответ. Как раз наоборот, уркоположение только тщеславия одного, неподъемного, сколько насыплеть ему. Захватывает человек гордостью в обе пригоршни, когда у него появляется власть, пусть даже над одной душой. Священники все балансируют над гранью пропасти гордости. И более те из них, кто выше поднимается. Первое Тимофея 4,14. Не нероди пребывающим тебе в даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением в рук священства. Само священное 5 декабря. Кавычки открыты. Число братьев ежедневно увеличивалось. Их собралось около полутора ста. Келии уже строились по обеим сторонам потока. В то же время отцы завели и рабочий скот, как для строения лавры, так и для других потребностей. Ибо Сава заботился, чтобы все необходимые вещи были в лавре, и чтобы по всей причине братья не принуждены были выходить из лавры в мир и соприкасаться с мирским мятежом и суетой. Но освящение упомянутой пещеры, то есть той, созданной Богом церкви, Сава отлагал, не желая принять рукоположение сам пресвитера и считая по своему смирению желание... Желание быть пришественным клиру началом и корнем честолюбивых мыслей. Вот как смотрит на священство. Если священнике только как рукоположить, то что у него будет? Начало и корень честолюбивых мыслей. На возвышающейся над церковью высокой и утесистой скале преподобный Сава построил себе башню и внутри пещеры, как в раковине, нашедший скрытный путь ведущей к башне, удалялся в нее для совершения правил и подвигов. Увеличивалась и слава преподобного Савы и много золота приносили ему боголюбивые люди, а он употреблял золото на построение лавры. Также и святейший патриарх иерусалимский мартирий. Весьма любил Саву и почитал и посылал ему необходимое. Вот, чтобы вопрос ответить такой, видите как, не только Библию, а ты должен знать каноны, порядок, историю, жития. Ну, не хвалясь, скажу, что благодать Божия была с нами, когда шли у нас занятия. А то время я в это время вел занятия в пяти институтах, университетах, десятках школ, в отделах милиции. То есть, трудно найти место, где бы ни пропадал. Все это благодать Божия совершала. Это невозможно человеку не выдержать этого. Вопрос 3049, 16 том открытым оком. Вы говорите, что нет авторитета Библии, а на место его авторитет свой батюшки построили. Ну, разве сегодня это началось? Вы почитали, как Иоанна Кронштадтского почитали его слушатели? Ответ. Причина тут одна. Если нет авторитета Священного Писания, тогда ставится иной на ходулях. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, страница 93, кавычки открыты. Как книга называется так? Кавычки открыты. Вот он показался в дверях. Его быстро проводят к дверям и сажают в экипаж, иначе ему не добраться до церкви через толпы чающих движения воды. Народ бросается за экипажем. Его хватает за колеса. Вся толпа как один человек бросается бежать вслед за его экипажем. Вот так. Повторяя свои возгласы и ловя на лету его благословляющую руку, народ бежит вплоть до калитки, устроенной позади собора, через который отец Иоанн входит прямо в алтарь. Здесь его встречает новая толпа. В порыве духовного рвения народ совершенно забывал всякую осторожность в обращении с батюшкой и давил, толкал его во все стороны, не давая от свободного прохода. Он не делал ни малейшей попытки вырваться из тесноты. К началу утренней громадный храм, вмещающий в себе более семи тысяч человек, полон народом. если бы отец Иоанн входил в храм западными дверями через народ, то ему кажется никогда бы не добраться до алтаря. Для прохода отца Иоанна в алтарь вдоль стены в длину всего храма решеткой отгоражили место, но помогало мало, так как его и здесь постоянно останавливали. Отец Иоанн хотел кого-то благословить через решетку, когда проходил в алтарь этим местом. Татчат схватили его за руку и начали ее покрывать поцелуями, передавая друг другу «Передавай мне! Передай мне!» Слышалось далеко в народе. Передай руку его. Ну, хоть не сломали. Слышалось в народе. Если бы силы не отбили у народа отца Иоанна, то трудно сказать. О том? Не только о том. когда бы он пришел в алтарь, но и о том, в каком бы виде он туда пришел. А это не не тщеславие, ничего довести. До какого состояния народ надо? Рассказывает, что иногда отрывали даже части от его одежды. Взойдя в алтарь, он начал радушно приветствовать сначала своих сослуживцев, а потом кавычках счастливцев, имевших возможность видеть его так близко. Кавычки открыты. А, здравствуйте, братцы, здравствуйте! Все делал он спешно и быстро. Поздоровавшись, он облащился в ризы красного цвета и начал утреннюю. Говорят, красный цвет его любимый цвет. Одного обласкают, другого потреплен по плечу, волосы прядями не спадали на плечи. На праскомидии просвор бывает так много, что их приносили сюда целыми большими корзинами. Стресса девяностое седьмая. Сам отец Иоан может вынуть только по несколько просвор из каждой корзины. просто подают иногда до пяти тысяч. Кавычки открыты. Знаете ли, что великий ответ несуя пред престолом Всевышнего, если вы приступите и не приготовившись, братья и сестры. О! Как легко человеку впадать в грехи. Он стоял на омвоне перед образом Спасителя и пламенно горячо молился. Он плакал о нас. Он своими слезами мывал скверну грехов наших. Вот как! Да! Отец Иоан плакал, соединяя свои слезы с нашими слезами. И в этот момент волнение рыдающего народа достигло высшей степени. Громадный собор наполнился стонами, криками, рыданиями. Казалось, весь храм дрожал от потрясающих воплей народа. Покаяние. Потрясающая картина. Величественное и вместе с тем умилительное зрелище, ясно доказывающее, как сильно вера в Бога и как велик дух русского народа, воздвигнутого на добрый подвиг покаяния вдохновенными наставлениями мудрого пастыря. Но вот среди вопли раздался голос отца Иоанна, простящего народу тихнуть. Послушные его голосу мы умолкли и с радостной надеждой смотрели на лицо его. Кавычки открыты. Покаялись ли вы? Желаете ли исправиться? Громко спросил он трепещущую толпу. Покаялись, батюшка! Желаем исправиться! Помолись за нас! Единодушно искренне грянула толпа. Вслед за тем отец Иоанн наложил насмиренно наклоненную толпу и Петрахиль и свою властную освященную руку в знак того, что раскаившиеся грешники благодатью Божией прощены и разрешены от своих грехов. Радостный, озвобожденный от тяжкого бремени народ вздохнул свободно и со слезами радости смотрел на сияющего духовным торжеством доброго пастыря, сумевшего всколыхнуть спасительным стыдом души кающихся и омыть своими слезами загрязненные души. Затем последовал вынос причистых животворящих тайн Христовых. И после громогласного прочтения всеми молитвы «Верую Господи и исповедую» началось благоговейное причащение тела и крови Христовых, благодатно входящих в очищенные и примиренные с Богом души людские. Более двух часов длилось причащение многочисленного народа и наконец было окончено. Кончилось все. Вот он вышел с боковых дверей и направился к паперти. «Что тут произошло?» пишет один наблюдатель. «Я решительно отказываюсь воспроизвести с достаточной наглядотностью». Лишь только он показался. Вся толпа неудержимая волной тесня и давя друг друга хлынула в его сторону и стоявшие за заветной решеткой вмиг очутились на самом овоне и чуть не сбили его с ног. При содействии псаломщика и двух сторожей отец Иоанн быстро перебрался к левому пределу и сделал шаг вперед, чтобы пройти с этой стороны. Но не тут то было. В одно мгновение та же толпа точно подтолкнутой какой-то стихийной силой стремительно шарахнулась влево и простирая вперед руки перебивая друг друга и крича и плача настойчиво скучились у церковной решетки преграждая путь своему доброму пастырю. О чем кричали о чем молили ничего нельзя было разобрать потому что все эти мольбы и крики сливались в один неясный оглушительный и растерянный вопль. Отец Иоанн затиснутый в угол стоял покорно прижавшись к стене и на утомленном лице его отпечатливалась не то мучительная тоска не то бесконечная горечь при виде этой иступленной метущейся у ног его жалкой беспомощной толпы. Казалось чего могло быть проще для каждого другого пастыря выйти из алтаря и пройти шагов 50 на паперте но для отца Иоанна такое путешествие являлось делом долгим трудным и даже небезопасным. Предвидя все это двое городовых находившихся в наличности сторожа несколько человек незаменитых купцов предприняли очень быструю и оригинальную меру а именно стали по обе стороны намеченного пути и протянув по всей линии толстую веревку образовали нечто вроде живой шпалеры с вида очень жесткой и внушительной но лишь только отец Иоанн двинулся вперед вся эта внушительная шпалера оказалась детской и смешной выдумкой веревка с треском лопнула купцы города и вы и в один миг были отброшены в противоположный конец храма и толпа смешавшись и сшибая друг друга с ног окружила отца Иоанна плотной непроницаемой стеной теперь отец Иоанн вдруг как бы исчез и некоторое время его вовсе не было видно потом вдруг вся эта волнующаяся и вопящая стена вколыхнулась в сторону и я увидел отца Иоанна смертельно бледного сосредоточенного печального медленно шаг за шагом как бы в безжалостных тисках продвигающегося вперед с видимым трудом высвобождающего свою руку для благословения и чем ближе подвигался к выходу тем толпа становилась настойчивее беспощаднее и крикливее у меня просто захватило дух от этого зрелища и я невольно полузакрыл глаза когда я их открыл отца Иоанна уже не было в храме и самый храм теперь совсем обезлюдил теперь в углу перед сорока устом молилась на коленях какая-то богобоязненная старушка да старик сторож сумрачно подметал пол на котором валялись обрывки веревок дамские нитяные перчатки клочок вязаные косынки и другие следы недавнего урагана мои глаза встретились с сочувственным взглядом старика господи что же это такое неужто же это у нас так всегда сторож сокрушенно вздохнул эх милый барин ежели бы так всегда а то вот она веренясь под успение нашло народу так как есть шибли с ног батюшку то есть как это шибли а так сранили вовсе на землю и прошли по нем как по муравей ну а вам что известно агнец божий встал перекрестился и хоть бы словечко наконец отец и он дома его подают почту как разнообразное трогательное содержание этой огромной корреспонденции из всего концов России из Франции Швеции Англии Америки страница 176 отдыхал в Рыжкове в 10 верстах от Харькова первым результатом его пребывания было то что цветы клуба в саду имени были потоптаны и стерты с лица земли народ тут пребывал до 100 тысяч человек в день приходило 7-8 тысяч человек благодаря необыкновенному скоплению пассажиров к поезду прицеплялось по 10-12 добавочных вагонов узнали где он есть и туда все в отпуск ехали страница 178 15 я выписываю оттуда никто же не знает эту книгу 15 июля по настоянию харьковского архиепископа в Росе отец Иоанн служил литургией в городском соборе в первый и единственный раз вследствие больших затруднений от чрезмерного скопления публики совершал он литургию в сослужении всего городского духовенства и это была беда или служба как выразился один из очевидцев толпа напирал и едва не врывалась подталкиваемая задними рядами в алтаре певчие пели в алтаре в алтаре при царской вратами делались все выходы железные решетки в соборе оказались поломанными на отельском толпы с трудом отец Иоанн выбрался из собора в одном подряснике без шляпы стечение народа вокруг собора было необычайно вся площадь и прилегающие к ней улицы сплошь переполнены были народом никакие полицейские меры не могли подводворить порядок предсвященный предложил провести богослужение на соборной площади народ теснился так что все крыши домов были усеяны были желающими увидеть всеми обожаемого кронштадтского пастыря обожаемого то есть его считали за Христа почему так было и секта ионитов была они верят и Христос пришел на землю на молебстве присутствовало более 60 тысяч человек после провозглашения многолетия государю императорю и всему царствующему дому толпа не выдержала и крикнула ура это служба идет посещение Саратова одна женщина одна женщина не дождавшись еще совершенной остановки парохода с берега прямо в одежде бросилась в воду чтобы обратить внимание на себя и увидеть батюшку на корабль зашли под благословение губернатор и именитые люди толпа зашевелилась задрожала более благоразумные люди отошли к стенкам и перилам еще минуты две спокойно и трудно описать что произошло какой-то стихийный поток неистовые крики полицейских дайте дорогу пустите смешивается с плачем и истеричными возгласами батюшка благослови вопли женщин и детей которых чуть не задавили кавычках чистую публику стихийно бросившуюся за ними тесняю давя друг друга еле удалось остановить внизу на берегу надежная цепь полицейских предохранила отца Иоанна и его свиту отдавки он был быстро посажен в карету которая с несколькими верховыми впереди умчалась по направлению к архиерийскому дому а другие верховные лошадях сопровождают казаки молебен предлагали служить на площади но когда вынесли иконы на паперть то увидели что собор окружала такая масса что нести иконы далее было нельзя пришлось молебен служить у входа народ стеной двинулся к паперти послышались крики по окончании обедни карета с отцом Иоанном с трудом проследовала через массы народа несмотря на то что приехало впереди ехало шесть конных стражников к назначенному для отъезда отца Иоанна времени пристани собраны были в помощь полиции войска войска которые по ту и другую сторону проезда образовали цепь весть о приезде отца Иоанна пронеслась по селу многие плакали со слезами на глазах громко взывали господи откуда это нам за что ты посылаешь нам грешным такую благодать почтенные старички и старушки позабыли про свою дряхлую старость и тут же в толпе среди своих сынов и внуков бежали не отставая от них от космонавта встречали когда Гагарин приезжал страница 189 отважный это его название корабля прищелил к пристани Казани у него свой пароход был изображавший собой одну лишь сплошную массу голов колыхавшуюся волнами так что отец Иоанн сошел на присталь как буквально был сбит с ног и стиснут громадной толпой стоявшие впереди взявшись за руки образовали две сплошные цепи со свободным проходом по мере приближения отца Иоанна к приготовленным экипажам напор толпы да однако становился все сильнее так что уже не было возможности сдерживать ее сдавленный со всех сторон отец Иоанн медленно двигался вперед не отказывая однако никому благословения необыкновенными усилиями отец Иоанн был извлечен наконец из тысячной толпы и буквально внесен в коляску куда рядом с ним сел городской голова и сел городской голова рядом губер этот мэр города как сегодня лишь только коляска конвоируемая верховыми полицейскими стражниками тронулась за ней кинулась толпа в несколько сот человек некоторые с явным риском бросались в подножие экипажа схватывали и целовали руку отца Иоанна прикасались к его одежде и затем подносили прикасающуюся руку к своим губам на обеде отец Иоанн между прочим сказал кавычки открыты «В каждом человеке Богом насаждено религиозное чувство которое по свойству своему должно выражаться во внешней форме должно изливаться так или иначе наружу это неудержимое свойство каждого человека благодаря Господу он оделет божественным милосердием выражающимся в особенности вызывать в народе это религиозное чувство чем он бесконечно счастлив и за что он беспрестанно благодарит Бога то есть он ничего не противодействовал но дальше это доходило до такое что дальше уже ничего нельзя было сделать отезжая отец Иоанн остался чрезвычайно доволен своим посещением Казани горячо благодарит городского голову благословил его образом призывая благодать Божию на дальнейшее управление его просвещенным столь значительным и благочестивым городом страница 193 отец Иоанн не захотел сойти из парохода и приветствовал собравшихся на берегу заявил что обед не будут служить завтра благословив народ и ушел в свои каюты люди на берегу всю ночь жгли костры одна группа расположилась так чтобы видеть отъехавший от пристани пароход и без слов смотрела если можно так сказать молитвенно на светлую точку в каюте батюшки огонек погас но группа смотрела темно но все еще чудилось что оттуда светит не верила что там где отец Иоанн может быть темно страница 326 иногда эта любовь к нему обнаруживается страстно болезненно известно что раз за два кусали пальцы отцу Иоанну с намерением откусить совершенно на память или как святыню разрывали часть его одежды и тому подобное к нему сносятся постоянно различные вещественные дары делают крупные пожертвования через его руки можно сказать проходят миллионы рублей несмотря на свои 70 лет отец он выглядит человеком имеющим не более 30 лет Исайя 42 8 Я Господь это мое имя и не дам славы моей никому и хвалы моей истуканом деяние 12 22 А народ восклицал это голос Бога а не человека это Ироду разве Иоанн не видел что люди смертные и грешные идут уже не ко Христу а к Нему не менее может грешному чем его почитатели такую раскрутку потом получит Ленин Сталин и Гитлер а основание этому безумию было заложено уже в человекопочитании восхваление его харизмы в таких невероятных размерах и обоснование подвел под свой культ он сам подвел объяснил но оставалось уже менее десяти лет до взрыва страны и эти же экозальтированные утробы пойдут громить храмы и монастыри почему же Иоанн не образовал кружки по изучению Библии не посылал с проповедью Евангелия по стране как делают сегодня только сектанты разные и всякие значит он был слеп и ничего не видел он был доволен этим абсолютно ненормальным почитанием себя сравните как прощались с апостолом Павлом и прощались навсегда что-нибудь похожее есть здесь деяние 2036-38 я ничего не говорю кроме того что сравниваю дальше сказав это он преклонил колени свои и со всеми ими помолился тогда немалый плач был у всех и падая на вы Павла целовали его скорбя особенно отсказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля как встречали Павла и Петра деяние 28-15 тамошние братья услышав о нас вышли на встречу до Апиевой площади и трех гостиниц увидев их Павел возблагодарил Бога и ободрился 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 как будто ободрал ты его деяние 10 глава 25-26 когда Петр входил Корнилий встретил его и поклонился пав к ногам его Петр же поднял его говоря встань я тоже человек встань я тоже человек я тоже человек принимать такую славу такое неукротимое словословие в свой адрес как Иоанн Кронштадтский может или уж совсем неверующий или глубоко обольщенный духовно больной психически вслыхнувшийся человек почему Иван Ильич Сергеев не разрушил свой авторитет как делал это Христос а ежедневно взъезжал храм на этом ослинного норава народе как Христос сделал всего лишь однажды чтобы исполнить пророчество пророка Захарии при входе в Иерусалим вербное воскресение Иоанна 6 67 тогда Иисус сказал 12 не хотите или вы отойти знающий Христа и Писание разве будет воздавать смертному такую неподобающую ему честь великий соблазн был во многом а в этом неумеренном почитании был и великий грех не допустивший многих напрямую выйти ко Христу Иоанн ушел и осталась зияющая пустота которую революционеры и заняли тут же даже его цветная фотография с орденами которую сам же Иоанн и благословил распространять что собственноручно на фото и написал это тоже нормально премудрая Соломона 14 16 потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелениям властителей изваяние почитаемо было как божество их какое место одно место библии но его надо знать где оно дальше стих глуп кто не выслушав дает ответ снаряды лягут мимо с недолетом а надо бы идти за выстрелами вслед каким бы ни казалось дело плевом бог слушает молитвы миллиардов и учит и дерет за зло непослушание не разу от наших слов поставленных на карту прочь зубы нечестивые приходится лишь шамкать не торопись язык и скройся за зубами пока они хотя не все еще во рту иначе нам головомойка баня мозжит свербит и воет за версту не пожалеешь если промолчишь особенно судить других опасно где благодать с молчанием рядом тишь не воздержание не обуяно страстью не обуяно страстью у мудрости характер молчуна отсеивают сходу все обиды злопомненье не толкай в чунал оно печатью на лице так видно не торопись и мысли не дроби дай выстояться слышанным событием где промолчишь ослабнет впереди ярмо амбиции и не станешь быдлом молчание золото из глубины добыть так хочется точас обогатиться нам нужно изменять все бытие и быт чтоб не во тьме кротовой быть а птицей когда слова библейские в голове и сердце переполнено писанием то в разговоре ставишь фразы две а остальное дорисует сами глупцом бы не прослыть и болтуном всю жизнь молчать учусь благовествую язык и мысли печатный наш станок из библии штампует и не словечко всуя 20-е 0-3 0-6 добыт 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-8 0-6 0-6 0-0 0-0 0-0